Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире медицинская программа. Мы уже не раз говорили с вами, что организм человека – это сложная самовосстанавливающаяся система. Небольшой сбой в ней уже приводит к развитию заболеваний. И вот тогда мы начинаем лечиться. Но есть волшебное слово «профилактика». Она помогает не дать шанса различным недугам. Сегодня мы вновь будем говорить о том, как сохранить здоровье. Свои советы дадут квалифицированные специалисты, которые работают в больницах нашей области. В октябре стартовала информационно-профилактическая акция «И секреты и советы». Первыми участниками проекта стали старшеклассники и взрослые городов Орска и Новотроицка. Ток-шоу прошло и в Оренбурге. Вот о том, как это было, прямо сейчас. За своим здоровьем нужно следить. Это основная мысль, которая проходит красной нитью в общении врачей с аудиторией. Идея проводить профилактические акции в формате ток-шоу принадлежит Министерству здравоохранения нашего региона и компании «Орен-Информ». Специалисты медицинской профилактики ее с удовольствием поддержали. Нам хочется привлечь больше внимания к этому проекту. Почему? Потому что мы должны говорить о здоровом обществе. А если мы говорим о здоровом обществе, о профилактике заболеваний, то мы должны прежде всего начинать с семьи. И секреты и советы можно смело называть семейным ток-шоу. В городах Новотроицка и Орск интерактив позитивно восприняли и дети, и взрослые. Как оказалось, открыто говорить о своих проблемах с ведущими врачами области одинаково интересно людям разного возраста. А какие частые заболевания у мужчин и как их преодолеть? Эндокринологи наши поддерживают, что с гипогонодизмом очень много у нас, так сказать, в последнее время рождается мальчиков. Ну и сексуальная революция, конечно, тоже дала свои отрицательные плоды. В нашем, так сказать, центре планирования, мы сплошь и рядом видим бесплодие у многих пар, связанное как раз с наличием тех или иных заболеваний, передающихся головным путем. Ни для кого не секрет, что когда рождаются наши любимые дорогие малышечки, у нас стоит вопрос семье дать в садик. Вот я бы хотела услышать от вас, все-таки в каком возрасте ребеночка лучше отдавать, чтобы адаптация прошла гораздо лучше, чем она есть на самом деле. Потому что это начинаются проблемы со здоровьем у малышей и проблемы на работе у мам и пап больничные. Не раньше, чем три года. Почему? Потому что ребенок у нас рождается и получает все защитные вещества из молока матери. Вы это все знаете. То есть первый год жизни он защищен, да, если он находится на грудном вскармливании. Дальше уровень собственных защитных сил у него падает и иммунитет только начинает поднимать голову где-то с трех лет. В ходе встречи было задано более ста вопросов, но аудитория не только спрашивала специалистов, но и отвечала ведущей, которая подготовила интересные задания. За свою активность участники получали жетоны, которые затем обменивали на призы. Словом, выбрав неформальное общение, организаторы не ошиблись. Встречи остались довольны и гости, и специалисты Министерства здравоохранения. Я, знаете, как довольна тем, что у нас есть такие люди, специалисты, которым можно действительно доверять, которые так грамотно отвечают на все вопросы. Позже эстафету подхватил областной центр. Впереди очередные встречи в Беляевском и Оренбургском районах, а также Сорочинске. Мы продолжаем говорить о профилактике. Репродуктивное здоровье подростков – проблема крайне деликатная. О том, как подготовить наших детей к взрослой жизни и что они должны знать о своем здоровье, мы будем говорить с авторитетными специалистами. У нас в гостях заведующая женской консультацией областной клинической больницы номер 2 Светлана Кшнясева и врач-андролог областного центра здоровья, семьи и репродукции Сергей Михайленко. Здравствуйте, уважаемые гости. Давайте начнем наш разговор. Светлана, кстати, наверное, первый вопрос адресован вам. Вот скажите, пожалуйста, что вообще медики вкладывают в само понятие репродуктивное здоровье подростка? Ну вообще, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни, либо нарушение функции. Если рассматривать именно репродуктивное здоровье подростков, то есть мы тут говорим о людях в возрасте от 12 до 18 лет и подразумеваем способность вообще состояния организма к будущему зачатию и воспроизводству. То есть выполнение самой главной функции человека – это репродукция, то есть воспроизведение себе подобных. Ну а что вот должны знать родители мальчиков в этом смысле? На что они должны обращать внимание? Очень часто так бывает, что когда мальчики взрослеют и вступают, так сказать, во взрослую жизнь, проблемы, с которыми они сталкиваются, они могли быть решены в раннем возрасте. И по этапам, так сказать, взросления обязательно должны наблюдать врачи в плане такого нозологического заболевания, как варикоцелия, расширение вент семенного канатика. Мы зачастую видим, что к нам обращаются пациенты, ну уже будущие, так сказать, супруги, и у них эта нозологическая единица сохраняется. Несмотря на то, что они служили в армии, вот, просматривается эта проблема, и в конечном итоге она зачастую приводит к тем или иным нарушениям сперматогенеза. Светлана Константиновна, а вот как сказал Сергей Викторович, наблюдая этапы взросления девочки, в этом смысле родители даже что должны обратить внимание? Когда вы стали родителями девочки, надо прежде всего период новорожденности, то есть девочке смотреть за соблюдением гиены, правильно подмывать девочку. В дальнейшем период детства, то есть до семи лет, период дошкольного возраста, также это наиболее опасность приобретает развитие таких заболеваний, как вульвит, то есть это воспаление наружных половых органов, чаще всего вследствие несоблюдения гигиенических навыков. Поэтому мама должна заботиться о чистоте, о том, чтобы белье девочки было всегда проглажено, должна быть регулярная ежедневная смена белья, подмывание правильной девочки спереди-назад, то есть это тоже должна мама обучить девочку. И по мере взросления она должна эти гиенические процедуры проводить самостоятельно. В дальнейшем, когда идет период до того, как наступит менархия, первая менструация, необходимо следить за тем, как девочка набирает веси, потому что две основные ситуации – это либо дефицит веса, либо избыточный вес, поэтому родители тут должны следить. В этом возрасте, когда идет изменение гормональной функции детского организма, возможно, накопление лишнего веса из-за неправильного гормонального фона. Потом смотреть, как регулярно ходят эти менструации, потому что первые два года – это, возможно, какая-то нерегулярность менструального цикла, но не должно быть кровотечений, не должно быть длительных задержек по несколько месяцев менструации, потому что это все приведет к различным уже заболеваниям репродуктивной системы. Женское здоровье – вещь такая крайне хрупкая, и для его сохранения есть кодекс правил и поведения девушки? Прежде всего, подростки должны быть информированы о всех возможностях, которые несут за собой раннее начало половой жизни, большое количество половых партнеров, об инфекциях, передающихся половым путем, о том, как это негативно сказывается на их состоянии дальнейшего здоровья и вероятности рождения здорового ребенка. Что должно вызывать тревогу у родителей? О чем они должны предупредить взрослеющих детей? О чем должны знать мальчики, о чем должны знать девочки, вступая вот на этот путь взрослой жизни и взрослых отношений? Здесь многое зависит от того, насколько доверительны отношения между ребенком и родителями. Прежде всего, конечно, нужно предостерегать от заболевания, передающихся половым путем. И эта проблема, она может, так сказать, коренным образом повлиять на дальнейшую судьбу, вплоть до того, что бывают такие случаи, что мы не можем ничего сделать, и в данной семье беременность не наступает. А вот скажите, пожалуйста, Светлана Константиновна, вот какие заболевания, какие состояния в будущем приводят к бесплодию женщины, и можно ли их избежать? Две основные причины женского бесплодия – это трубный фактор, то есть нарушение проходимости маточных труб. Чаще всего эта причина возникает вследствие воспалительных заболеваний женских половых органов. А воспалительные заболевания – это последствия инфекции, опять же, передающихся половым путем. И вторая причина – это эндокринный фактор, то есть это чаще причина нарушения анавуляции, то есть нарушения созревания и выхода яйцеклетки, нарушения овуляции. Это чаще встречается у женщин с нарушениями гормонального фона. Каждая мама должна привести свою дочь к тому акушер-гинекологу, у которого наблюдается она, которому она доверяет. И чтобы этот врач уже… Это не обязательно должен быть детский подростковый акушер-гинеколог, так как любой акушер-гинеколог должен владеть основами ювенильной гинекологии. И с девочкой необходимо провести разнесительную беседу, объяснить ей, да, все, о менструальной функции, о том, какие изменения происходят. И в дальнейшем, чтобы эта девочка уже могла доверять также этому врачу и приходить к нему на прием уже без мамы после 15 лет. Сергей Викторович, а вот в таком случае куда могут обратиться родители мальчиков, если заподозрили, ну вот что-то неладное, есть такой звоночек тревоги, у заботливой и внимательной мамы прозвенел? Пожалуйста, обращается ГАИ-13, областной центр, планирование семьи, репродукции, консультации все бесплатные. Телефоны есть 77-39-33, 77-90-19. Ну, а все-таки вот какие состояния должны вот сподвигнуть на этот поход к специалисту, самого молодого человека или с подачей помощи родителей? Вы знаете, я думаю, что инициатором здесь все-таки должны быть родители, чтобы они пришли и сказали, доктор, посмотрите ребенка, все ли у него в порядке. Ну, а вот сам может юноша, если у него возникли вопросы, самостоятельно обратиться к врачу, который знает все о здоровье мужчин? Ну, представьте, придет 13-летний, 14-летний мальчик во вполне взрослое медицинское учреждение. Абсолютно. Могут записаться, так сказать, предварительно анонимно, совершенные предоставления, без предоставления каких-то документов удостоверяющих личность. Все это конфиденциально проводится. Ну, наверное, еще один вопрос не могу вам не задать сегодня. Вот с какого возраста родители, возможно, папы с мальчиками, мамы с дочками, могут и должны начать разговор о репродуктивном состоянии их детей, о грядущем половом дебюте, о близости мужчины и женщины? И вообще, где они должны черпать информацию на этот счет? Ну, конечно, только в семье, потому что воспитание возможно только собственным примером, и матери должны провести где-то в возрасте уже 10-11 лет. Начать этот разговор. Да, начать этот разговор, да, рассказать о менструальной функции, вот, что это такое, и дальнейшем о половой функции. Вот, а все-таки папы должны с мальчиками беседовать тоже самостоятельно и говорить им тоже и об инфекциях, передающихся половым путем, и даже об уголовной ответственности, которая наступает, если вступают в половую связь с девочками в 16 и меньше лет. Сами-то родители, ну, руководствоваться должны не только личным опытом на этот счет, но где-то должны напитаться грамотной и достойной информацией. Где им это сделать? В нашем центре есть такая добрая традиция. Мы посещаем школы старшеклассников, часто бываем в кадетке. Мы приходим, все объясняем, разжевываем, рассказываем. Как правило, всегда куча вопросов, записок и так далее. Мы стараемся на все отвечать. Спасибо вам за этот разговор. Всего самого доброго. Наша программа – это всегда полезная информация, которую мы готовим для вас вместе с Оренбургским областным центром медицинской профилактики. Его специалисты ответят на любой вопрос о здоровье и о том, как его сохранить и приумножить. На этом все. Спасибо.